привет два молодых парня чё надо доброе утро мои крошечки и бутылка рома пачки крошки мои всем привет крошки мои привет девочки привет большой два сантиметра и так аж сердце моя мама открыла канал я здесь очень хорошо передала голову мне кажется наклон головы доброе утро крошки проснулась сегодня он всем не пишут присылают что фикс прайсе очень много новинок всяких прям картинки присылает и я думаю что сегодня именно тот день когда я должна посетить фикс прайс и набрать там кучу кучу всего так что поехала фикс крошки мои вы иногда спрашиваете какие мои любимые ароматы я кстати прикупила себе пару ароматов скоро моего брата день рождения новый год и день рождения у него но это не в один день конечно же а в разные дни 9 января у него день рождения ему будет ровно 30 лет я ему решила заказать вот такую водичку tom ford noir мне вообще очень нравится tom ford я себе тоже буду кстати заказывать том ford потому что все ароматы бесподобные мужская водичка просто идеальная и и немножко распечатала но ничего страшного мне нужно было понюхать этот аромат вот как он выглядит я заказала ему сразу 100 миллилитров потому что я уверена что ему понравится себе я заказала герлен мон герлен мне нравится практически все ароматы у них присутствует пудра вот это вот которая я люблю немного пудровый аромат и вот этот вот мне аромат очень нравится заказывала я все это на сайте la parfum я обязательно ссылочку оставлю под видео кстати сейчас у них идет акция если вы два покупаете аромата то третий в подарок и еще у них есть скидка по моему промо коду 5 процентов дополнительная скидка 5 процентов вся информация будет под видео обязательно проходите смотрите там очень много парфюма на сайте la parfum кстати представлена огромное количество брендов всяких разных и даже селективные ароматы так что если вы что-то знаете уже можете сразу пройти посмотреть и заказать все не только со скидкой но еще и дополнительным подарком приехала к лини в гости армянский мармелад сейчас запробую красиво такой осень мне кажется он уже вкусный один вид часто и слышите или она смотрит на историю она не хочет со мной общаться говорит я сейчас торис глянусь и пойму смотрите огромная как так это маленькую взяла это огромная вообще на пол лица наверно посредине которых пахнет очень вкусно уже классный не не сильно сладкий а внутри курага только остается представлять чертежелы да нет клинок как всегда пришла ухожу не с пустыми руками взяла и корки подарила костюм малому там джинсы джим перочек такой прикольный потом соленья всякие дала мне угостила компотик то очень я так люблю домашние когда закручивают что-то у нас семье никто ничего не закручивает поэтому у меня закруток нет это только если где-то в магазине вот куплю вот алина к поделилась и мне так приятно я буду ее вспоминать каждый раз когда буду кушать спасибо вот холодно на улице жесть вообще а я еще взяла дело вот такие лосинки они не супер утепленные надо что-то утепленное уже как-то морозит я смотрю снежок и дождик как-то вообще не айс все сейчас еду фикс прайс теперь уже клей не заглянула теперь фикс прайс кстати икорка какая-то прикольная привезли свеженькая и вообще не любитель красной икры я полкилограмм чека взяла ну сама поесть и всех родственников угасить не чисто пусть потому что я не особо ее ем но говорят что какая-то вкусная вот у лены знакомая девочка ой ну все короче так я фикс прайсе и не все собираюсь брать на некоторые вещи мне очень нравится хочу показать вам смотрите мне очень понравилось это коврик в ванну смотрите камушками сделаны класс просто мы уже без коврика дома и я решила коврики не использовать они за ними короче уход нужен особый поэтому мы без ковриков все коврики по выбрасывал новые наборы чашечек но так как у меня много посуды я не беру а вот смотрите мне еще очень понравились вот такие вот беретики они не все кстати выполнены вот такой вот блестящими по еточками такими но единственное что они очень тоненькие ну то есть совсем я не знаю куда это одевать но они привлекли мое внимание но я не стала брать это реально выбросить потом и очень много шапок разных вот такие еще прикольные того что я не стала брать это кухонная детская плита сейчас еще покажу приколюху вот такой вот набор который не хватало для кухни но мне кажется она настолько маленькая кухня что это некуда вешать но вот набор вижу всякие ледянки если такие мягкие ледянки есть твердые цена у них 99 рублей а нет 200 вот это 200 но это тоже надо есть еще мне понравились вот эти блокноты я сначала их думала взять но потом решила не брать куда у меня еще те остались блокноты вот вот и вот милый милый внутри светлые квадратик короче блокнотов тут видимо не видимо интересная картина антистресс и еще на нее можно фотки наверно крепить 200 рублей стоит но опять же мне такая не нужно но она прикольная вот кому-то нужно может на подарок тоже классно они еще оказываются разных цветов есть в общем я набрала кучу всяких приколюшечек это то что вам показала это верхушка айсберга на самом деле у меня целый пакет на 1700 рублей набрала и будет отдельное видео все покажу мы будем все пробовать смотреть там на самом деле много приколюх которые реально нужно раскрывать смотреть что это вообще такое потому что так-то и не обратишь внимание а я взяла вот такой лохмач привет приехала в мегу я сто лет здесь не была кстати у меня скоро будут курсы по шитью кто не знает я собираюсь идти на курсы на курсы ну вы поняли башен дизайн у меня грандиозные планы на мой магазин надо обучаться у меня уже есть машинка швейная классно и вот сейчас мне нужно зайти в зебру и купить там специальную бумагу на которой мы будем все это делать вообще не знаю что я вообще с нуля я никогда не решила и очень не знаю моё это не моё но я продолжаю что-то интересное изучать и навыки всякие набирать тем более у нас в ростове есть отличная школа девочка уже знакомая моя мы кстати там в этой школе с вами встречу проводили первую гляньте елочка уже так сейчас пойду все возьму бумагу потом пойду наверх мне короче много чего надо взять сегодня вы со мной девочки периодически меня спрашивают чем укреплять ногти я всегда с детства пользовалась умная эмаль ну с детства я имею ввиду училище там с училища да мне очень нравилось вот умная эмаль и у них очень много всего там для укрепления восстановления все на свете утолщение и так первое что мы сделаем это пойдем наверное ваша зашла вообще в зебру и там не работает у них интернет интернет что плохо я не смогла просто открыть инстаграм посмотреть что мне нужно купить надо поменять чью режим а то я какая-то темновато у меня есть режим классный такой этом светловато так на утренник пацану нужен какой-то наряд я не знаю будет он его носить возможно он его будет сдирать но хотя бы что-то потому что там будет видеосъемка у нас кстати в садик собирают по 2000 рублей будет видеосъемка будут подарки вот не знаю сколько в других местах собирают но я думаю что из-за видеосъемки наверно и хочется что пальчик был такой весь нарядное тоже видео на память поэтому я думаю ваша не сейчас посмотрю еще нужно купить еще нужно купить фильтры посмотреть здесь короче по мелочи на самом деле знаете зайти в starbucks и выпить кофе их фирменного в этом есть особая аура какая-то особая короче забыла слов а у них как всегда все вкусненько и очень сладенько вообще сейчас зашла в туалет руки помыть не подумайте зашла в туалет и увидела что у меня на просто старик короче я так встрепенула типа знаете мне эффект типа проснулась к с утра и так как будто надо все села в машину резко закончила говорить потому что музыка на фоне блин просто заблокируют меня потом или или музыку отключат вместе со всем моим звуком либо вообще что хуже так что хотела сказать люблю ходить по торговым центром не выходные дни и не праздничные а именно когда будни никого нет и время такое знаете прям вообще народу нет и есть в этом свое прелесть спокойствие идешь заходишь куда хочешь сел посмотрел мне очень нравится какие-то вот парни видите что хотят чё надо вот запомните их лица два молодых парня чё надо чё нужно я не слышу я не открываю дверь у меня всегда кстати чтобы закрыты двери я не езжу с открытыми дверьми вот именно потому что вот такие парни могут подойти вообще открыть дверь вдвоем нормально вообще главное чтоб еще не стукнули машину ничего не сделали тоже могут мысли чё их засняли свалили молодые пацаны и в шоке молодые пацаны проверим чтобы они ничего не бросили они же могут понимаете поцарапать а вот так если бы они подошли ко мне когда я выхожу и кстати когда я выхожу из машины я тоже всегда осматриваюсь проверяю особенно вот на парковках очень часто подходят видите так тихонько сзади подходят честно говоря страшно блин иногда что этого человека в голове особенно если ты ему откажешь ножичком прыгнуть вообще страшно жить короче я сажусь сразу закрываю двери и всем рекомендую это делать и когда ко мне кто-то что-то подходит я никогда не открываю если я вижу что более-менее приличный человек я немножечко вот так вот вот так открываю хотя и это опасно мало ли чё человека в голове баллончиком брызг я в глаза просто я жила в москве до этого и я знаю очень много наистрашнейших историй поэтому я всегда оглядываюсь я всегда везде вижу что может что-то случиться поэтому всегда себя оберегаю ну а уж если я все везде просмотрела и тем не менее что-то случится ну тут уже знаете как судьбы не убежишь от кармы в моем случае поэтому буду надеяться что все будет хорошо и вам желаю но как бы обезопасить все нужно со всех сторон доброе утро мои крошечки сегодня необычный день тем что сегодня я наконец-таки пошла впервые на курсы шитья краем шьем сегодня первый день и мы делаем юбочку я уже на миллиметровки начертила все по себе уже перенесла на кальку сейчас вот вырезаю потихоньку сейчас вам покажу процесс мой стол мой стол как все выглядит тут можно чай попить вот моя задняя вырезаю крошки мои но все очень быстро прошло и легко и мне очень нравится сейчас покажу она мне смешная вот такая юбочка с выточками вот ну мы делали стандартные длины в общем главное отработать на следующее занятие я уже подготовлю юбку какую я хочу из какой ткани в общем будем экспериментировать я уже жду не дождусь следующего занятия а сегодня моя сестра отмечает день рождения у племянника был день рождения у сестры был день рождения рядышком и сейчас мы все уже бежим брат уже там приехал тоже на такси и я хочу с малышом на такси я вообще очень радуюсь когда все дети есть возможность им собраться вместе и проводить время вместе потому что я хочу чтобы братья и сестры были более сплоченными понимали что они родные люди друг для друга в общем я всегда радуюсь когда нам удается вот так всем вместе собраться и и кайфовать вместе так что сегодня праздник везем подарки везем детишек всех вместе будем веселиться а пускай он сам здесь висит ага а чё я вот отпустил они маленькие и сильные вот наша маленькая сестра моя с днём рождения прошедшим это наша тетя бабушка а на самом деле просто девчонка марина это я вот именинник еще тим помахай да сюда сюда махай здрасте здрасте ничего себе там построить кстати вот костюм костюм вон все уже дома таскают хотя он теплый тебе не жарко в костюме тим нет все хорошо мне дэнни один раз уже сломала дэнни сломал ну а вот наша сладкая парочка да на руки у него он на руках только висит обезьяна это у нас еще тихо было раз в десять громче все разговаривают все кричат все делятся информацией дети сходят с ума а мы сейчас чуть-чуть приспокоились чуть-чуть дэнни а посмотри сколько свечек у тебя уже много это это тут девять человек давай сколько дэнни ты поможешь дэнни давай на два три дуй 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 дубль два для родственников дуй теперь дэнни учи а еще дуй дуем дуем сильней и давай ветер дуем вот так вот это насе задынуло дуй Тим не лови не лови не лови не лови дуй и вот за руку Дэнни дай Дэнни посмотрим как он дай за ручку дай за ручку дай Дэнни бери за ручку дай да все Все, я просто чуть-чуть. Я хочу по сюда. Я хочу по сюда. Держи за руку его, а потом отпускай. 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 Денька пришел. Теперь Дэнни дай. За руку дай ему. Аккуратно. Денька, бежите за это. Ладно, за это бежит. На. Стой не резко. Стой не резко. Скажи, кажется, нормально, а потом страшно. Ты не правильно берешь. Ты не правильно берешь, Настя. Дай Деньку поддержать. Главное, чтобы ему пропеллером не зафигать. Подержи, он не работает. Поиграю, поиграю. Танчики, что ли? Возьми. Он неправильно работает. Он неправильно работает. Тима, не кричишь ты так. Страшнее становится, как ты кричишь. Поиграю. Поиграю. Ручку давай. Нет? Не хочешь? Ай! Бег! Бег! А ты что делаешь? Я буду играть. Ты только что выбирал фотографии наши. Все, телефон превратился в игру. Летай! Летай! Давай я ручку подставляю. Я руку подставляю. Летай! Он не хочет лететь. Играем в твистер. Деня, ты водила. Ты води. Аккуратно не крутитесь. Старший брат играет с младшим. Тимка, интересно тебе с Деником играть? Смотрите! Да? Что врешь? Не, я просто зал свой не фоткал. Что у вас за игра, Тим? Да, я не фоткал свой думаю уже. Я ему денежки даю. Денежки даю? А он что? Зал, ты видишь? Ты водку видишь? Я чисто так на фоне. А это... А ты мне тоже зал фоткал. А это главное на игрухе там. И... На плечи это больше не надо, как бы. Ну, вообще там всякие упражнения дипломахов там. Сумасшедший там. И так вот гладить столовой. А я чувствую меня приют. Ну, мышцы тянут, короче. Плечи вообще. Плечи тянут. Леня! Сестру не обижать. Семься с чем-то. Все. У тебя что? Плечи тянут. Сильно, блин, такой. А потом у тебя не тянут. У тебя не тянут. Вот так! Вот так! Вот так! Деля! Аккуратно! Деля! Аккуратно! Арина! Полочки раскулачили. Все. Дети валяются. Все. Нет! Деля. Ой! Что такое, все? Забрали все подушки, все одеялки. Биню, я ловлю! Биню, я ловлю! Ваше одеяло, вот, смотрите, вот оно, одно, вот это, ваше. Что случилось? Дима, ты тарелки сюда положил. Что случилось? Катя решает, что это. Расскажи девочкам, что с вами? Давай нашу караман сделаем. Забрали все подушки и одеялки? Нормально? Что там? Ты? Я? Ты не снимаешь? Я все снимаю. А кому ты это покажешь? Всему миру. Всему миру? Можешь всему миру приветствовать? Марина, это мой караман! Мир весь! Мамин, это мой караман! Дэй! Йохо-хо! И бутылка Рома. Привет, мои хорошие. Доброе утро, точнее. Я сегодня уже встала с утра. Понедельник, день тяжелый, начинаю делать дела. Везде поездила, потом открыла свой блокнотик, который иногда я записываю туда, что нужно делать. В итоге открываю, думаю, блин, я про это забыла, про это забыла. Короче, сумасшедшая как гонять. О, кстати, уже 15 минут, 45 минут осталось, у меня встреча с менеджером YouTube. А я приехала заплатить дурацкие налоги. Я ненавижу свои налоги. Сейчас вам покажу, сколько я плачу. Мне кажется, что такие налоги никого не порадуют. Да, я плачу вот такую большую сумму, и зависит это от того, что, особенно транспортный налог, он всю малину портит. Именно потому, что 307 лошадиных сил, у меня 45 тысяч налог на машину. Каждый год я от сердца отрываю эти деньги. И я бы поменяла машину, такую же взяла бы, чтобы было меньше 200 с чем-то лошадей, уже было бы в два раза меньше налога, там 25, по-моему, но я как представлю продавать, покупать, то есть я человек, который не фанатеет по машинам, по вот этим, да, и что-то там купить, продать, что-то покруче, поновей. Вот меня устраивает моя, мне все кайфово, мне все нравится, и внутри, снаружи, и я бы ездила, пока она не рассыпется вообще подо мной. Подо мной, да. Вот. В итоге сейчас я приехала впервые вообще за все время у меня вообще имеются наличные деньги. Я везде пофоткала, мне так прикольно. Раньше, когда у меня были в руках такие деньги, я их любила рассыпать и фотографироваться. Пачки. В банке не было более мелких купюр. Ой, более крупных купюр не было. Я говорю, можно покрупнее? Это самые крупные. Как думаете, сколько здесь? Вот так вот, на вскидочку. Давайте проверим вашу. Даю 3 секунды. Сколько здесь денег? Раз. Два. Три. Полтинник. Кто был ближе всего к ответу, ставьте лайк. Так бы набрать больше лайков. Чтобы вам такое закадать, чтобы вы все угадали и поставили лайки. Короче, я на самом деле на Аликсу бы вообще не ношу. Это редкий момент, когда у меня наличные. Я сейчас вот их и наличные, и все заплачу за налог. У меня частенько уже бывает, что вообще нет наличных. Хотя, хоть какие-то наличные, но всегда должны быть. Потому что мы еще не настолько развились, 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 что везде, во всех местах прям можно расплатиться картой. Это вообще очень удобно, что не нужно с собой, конечно, носить деньги. Можно расплатиться картой, но не всегда. Бывают какие-то магазинчики, захожу срочно или еще что-то, где просто не принимают карты. Везде есть же и онлайн-переводы много где есть, но бывают деньги прям наличные очень нужны. Поэтому 2-3 тысячи у меня всегда наличными есть. В последнее время их вообще не было, и теперь у меня такая пачка денег, от которой я хочу быстрее избавиться. Честно говоря, не люблю с деньгами такими ходить. Сейчас я дам все за налог, поеду домой. Встреча с ютуб-менеджером. Крошки мои, всем привет! А знаете, куда я сейчас собираюсь? Я вам, блин, не сказала. Я же пошла на курсы кройки и шитья. Безумно вообще счастлива, мне очень нравится. Но еще и пошла параллельненько на то, чтобы изучить, как это говорят, туда же в эту школу, фэшн-иллюстрации. Для того, чтобы я могла рисовать сама модели, обрисовывать одежду, которую я хочу. И на первом занятии мы рисовали вот что. Та-дам! Мы рисовали фигуры. Посмотрите, какие красивые девочки у меня. Точнее, это одна девочка в разных ракурсах. Сначала нас учили рисовать фигуры. Я безумно довольна, потому что у меня красивые модели. У всех они получаются разными. А потом нас попросили нарисовать самостоятельно, уже срисовать с модельки. И вот она, моя красотка. Сейчас я иду на второе занятие. Мне так интересно, с чем мы там будем заниматься. Потом Кристинка ко мне присоединится. Мы погуляем, поэтому мы берем вас с собой. Оставайтесь с нами. Девочки, фокус! Мы с Кристинкой идем гулять. Мы не курим. На улице жесть, как холодно. Я бегу с Кристинкой в литуаль. Фокус! Сейчас я просто так холодно, что я не могу слов связать. Я не знала, что будет. О, какой свет красивый! Я, в общем, вышла со своих курсов. И, как всегда, настолько увлекательно. Это интересно, что я забываю вообще даже включить камеру, для того, чтобы вам показать, какой процесс, как и что. Сейчас мы сядем где-нибудь с Кристиной. И я вам покажу, что сегодня я нарисовала. Я от себя вообще не ожидала. Я такой художник крутой. На улице жесть, как холодно. Что-то мы холодно одеты. Крошки, вот мои работы. Вот работа на крафте. Это все у нас идет чернилом. Да? Чернилом. Или правильно я говорю? И вот мои работы. Да. Все это я сделала за два часа. Вот эти вот три девочки. Я собой горжусь, когда вначале я это видела. Я думала, что я просто этого не сделаю, когда нам показывали эти рисунки. Но я смогла. Давно я не ела жирненького. В этом мире мне рук я болтал. Я не видела страх, так так мой я. На устах моих ступен слух я. Загляни глаза, ловлю замерзай. Загляни глаза, загляни глаза. Загляни глаза и прочитай. Я точка в мире, где нас растет. Так много и так мало. Загляни глаза, ловлю замерзай. Дэн, тебя давно никто не видел. Как дела твои? Чего ты смотришь? Мы в садик собираемся и смотрим мультики. На всех фронтах. У нас полчаса собраться, а в мультики смотрим. Зачесались, уже умылись. Зубки почистили. Оделись. И мама оделась. Все, собираемся малыша отводить в садик. Я еще такая вообще кофе даже не пила. Пятница, сегодня последний день в садике. Потом дома. Я вчера убирала, еще себя здесь убрала. Можно сказать, одну четвертую от своего стола. Это часа два заняло. Хочу все убрать, и тогда вам уже покажу свое хранение. Как я храню косметику, бижутерию. Сейчас в садик. Крошки мои, привет! У нас сегодня будут съемки и продолжаются наши махаростяка. Какой красивый у нас вообще. Слушай, Ром, как тут классно. Очень красивая студия. Офигенная. Смотрите, какой сервис. Мне приготовили кофе. Дали розовую сахарницу. И вкусняшки. Прям такая новогодняя обстановочка. Вообще, просто кайф. Да? Ну, запробуем. Ну вот, мы дождались звезду. Эксперта нашего. Это Растам. Растам, передай, пожалуйста, привет моим девочкам всем. Девочки, привет большой вам. Ну, вообще, надеюсь, что вы все когда-нибудь выйдете замки. Они все у меня такие крутые девчонки. Смотрите, как мерцает моя шапочка. Последить коллекцию. Прикольная такая. Сразу мне понравилась. А что вы думаете? Да, у нас закончились съемки. Я решила заехать в Макдональдс. И заказала себе Макомбо. Кстати, то, что я люблю. В Макомбо есть такие наггетсы и картофель фри. И кола туда входит. Все, что я люблю. Сырно-соус только дополнительно оплачиваешь. Вот, так что сейчас я буду кушать. Я уже жду не дождусь. Сегодня я виделась с редактором. И она сказала, что с 1 января уже начнутся видео. Я, честно говоря, вообще так хочу посмотреть, как я вообще в роли ведущей. Ну, как бы все хорошо по съемкам, все такое. Но очень интересно посмотреть на себя со стороны. И вообще, как вы оцените, тоже очень интересно. И кого же все-таки выберет Миша? Это еще любопытнее. Вот. Сейчас я быстро покушаю и бегу домой. Ну что, крошки, я на своем курсе снова. И первое изделие, которое я собралась сделать, это юбка черная из эко-кожи. Хотела показать вам сейчас, как она до того, как я ее всю сметаю и уже буду мерить. Она будет с поясом, боковой змеечкой. Она будет необычной длины. Такие юбки я еще не носила. В общем, как закончу, покажу вам. Работа кипит. Вот, девочки работают все. Наш преподаватель Надежда. Все, работаем. На юбочку у нас уходит два занятия, то есть 10 часов. И сегодня, значит, мы раскроили, можно сказать, юбку. Поправили выкройку, перенесли все на кальку. Скальки перенесли все на нашу юбочку. Я там накосячила, блин, начала вырезать выточку. Представляете, так резанула два сантиметра. И такая, аж в сердце. Мне все время почему-то эти выточки хочется вырезать. И все время не вырезать, не вырезать выточки. Вот. И еще там с одной стороны припуск не сделала. Ну, там новая фишка была, поэтому я еще не знала. Вот. И не сделала припуск. Мне пришлось юбку передвинуть вот так. Короче, не знаю, что получится. Получилось не по три сантиметра там по бокам откладывать. Наверное, вам это не интересно. А по полтора. И, в общем, юбка сдвинулась. Эта выточка тоже чуть-чуть сдвинулась. В общем, посмотрим, что в итоге получится. Я сейчас только на металлы домой приду, посмотрю. Ну, к следующему занятию я буду делать пояс. И уже должна ее доделать. По-быстрому. Ну, я думаю, совсем чуть-чуть осталось. Пояс и змейка вшить, прострочить. Думаю, справимся. Ну, короче, она прикольная должна быть такая. Не знаю, пойдет ли мне такой фасон или нет. Сейчас еду домой, очень голодная. Ничего не ела, хотя у нас есть перерывы. Мы можем выходить. Но я настолько увлечена всем этим, что просто вот-вот надо делать, делать, делать. Я сейчас даже на полчаса задержалась, чтобы дометать одну сторону юбки. И так интересно, что получается. Вообще невероятно. Невероятно. Я так кайфую, девчонки. И кто бы знал, что мне будет интересно шить. Я никогда шитьем особо не увлекалась так, чтобы серьезно. Но именно создавать вещи мне очень хочется. Я и рисую параллельно, чтобы могла рисовать свои модели. И, соответственно, потом хочу воплощать все это дело. В общем, задумки большие, планы большие. Будет видео о итогах 2018 года и планах на 2019 год. И у меня на 2019 год, уже скажу, да, что переносится моя квартира на 2019. В этом году не получилось как раз таки. Вот. И новые идеи есть. Ну, а какие-то я все-таки совершила. В общем, будем все это с вами обговаривать. И мне прикольно такие видео снимать, чтобы потом возвращаться к ним. И все-таки смотреть, что я сделала в этом году. И, кстати, некоторые девочки, даже кто не блогеры, просто пишут какие-то свои планы и желания. Это очень полезно. Но я вот блогер снимаю и делюсь с вами одновременно. Вот. А вы можете писать эти все вещи. Это очень круто, когда ты написал свои планы какие-то, да, там на год. И все, и положил, спрятал. А потом ты возвращаешься, вычеркиваешь. Или, как я, например, я за три месяца до конца года или за четыре, я просмотрела это видео и отметила, что мне нужно сделать. Думаю, блин, что я девочкам буду говорить? Напланировала кучу всего и ничего не сделала. И я несколько там отметок, которых хотела, я прям с рочником сделала. Например, поездка в Европу. Сразу думаю, так, это же было в планах, значит, надо. Так бы я, может, еще и оттяну в этот момент. Короче, это весело. Кстати, еще новость. Моя мама открыла канал и с большим удовольствием и с большой любовью начинает снимать видео. Конечно, она еще новичок в этом, потому что она все делает самостоятельно. Я ей помогаю просто минимально. Вот. Я ее ссылочку на канал оставлю под видео. Поддержите ее. У меня такая просьба, да, потому что ей прям вот нравится. Зрители идут, что-то комментируют, ставят лайки. Ей очень нравится. У нее есть мотивация. Она прям совсем засияла, у нее глаза заблестели. Она начала заниматься целый день. Снимает, монтирует, планирует. В общем, совсем все по-другому. Поэтому у меня будет большая просьба поддержать мою маму, пройти по ссылочке, подписаться, поставить лайк, написать комментарий какой-нибудь. Ну, в общем, поддержать ее. Вот. Ну, в принципе, у нее одно из первых видео. Она как раз-таки рассказывает, о чем она там снимает. Она собирается сейчас худеть. Она сидит на диете раздельного питания. И она как раз-таки об этом рассказывает. И показывает все блюда, завтрак, обед. Вот. Дает какие-то свои там лайфхаки интересные. В общем, там холодильник свой показывает. В общем, много упражнений она тоже дома будет делать, будет показывать. В общем, планы у нее наполеоновские. Я надеюсь, что все будет хорошо и с вашей поддержкой тем более. И если кому-то интересно, особенно тема для похудения и раздельного питания, потому что это на самом деле фишка классная. В общем, она все там расскажет. То вот. Она и результаты будет свои тоже показывать. Там до, после. Так что давайте. Мамачоли. Канал называется Мамачоли. Мамачоли, потому что в первую очередь я ее так называю. Я говорю, давай канал твой назовем Мамачоли. Ей очень нравится. Потому что все время, все время, когда она становится, Мамачоли, Мамачоли. То есть я ее сначала так начала называть. И в итоге думаю, канал. Но она когда приветствует, она так серьезно говорит. Здравствуйте, с вами Мамачоли. В общем, веселая мне мама. Сегодня мы рисуем акварелью. И вот девчонки выбрали себе суперсложные. Тебя кто еще выбрал? Можно я потом покажу, кто как нарисовал? Мне кажется, это очень интересно. Я вообще обожаю, на самом деле, когда кто-то дублирует что-то и смотреть. У меня уже голова не будет. А я вот. Сними я там свой влог. Покажи. Влог. Влог. Влог твой. Шикарная голова у тебя. Что ты вечно придираешься к себе? Мы идем к концу. Сейчас покажу примерные работы девочек. Вот, смотрите, видите, было фото. Стал эскиз. Или как это называется? Иллюстрация. Иллюстрация. Ой, вот это вообще шикарное, охренительное. Мне даже больше нравится, чем на фотке. Теперь я. Смотрите. Вот фото. А вот иллюстрация. Я уже ножки сама сделала и прическу вот сама решила сделать. Мне кажется, я бесподобна. Дальше. В пайетках. Мне очень понравилось. Я люблю пайетки, люблю длинные платья, эффектные. Я здесь очень хорошо передала голову, мне кажется. Наклон головы. Кайф вообще. Такая иллюстрация получилась. Все понятно, да? Так. И еще очень красивая иллюстрация. Это вот платье. И вот она. Девушка. Мне кажется, тоже очень красиво все. Тончено. Короче, я просто молодец. Никогда не думала, что я вообще смогу рисовать. Если честно. Потому что я никогда не рисовала. И если бы мне просто до этого дали бы кисточку и ничего не объясняли бы, я бы нарисовала какой-то ужас. Но я сейчас смотрю на эти работы. И честно говоря, я художник. Что тут скажешь? И все благодаря тому, что все супер круто объясняют. Субтитры сделал DimaTorzok